Мы собрали 10 историй знаменитостей, которые значительно похудели, применяя совершенно различные методы. Юлия Ковальчук, известная певица, ставшая мамой, удивила всех своей потрясающей фигурой всего через несколько недель после родов. Хотя Юлия набрала только 14 килограммов, она смогла избавиться от лишних 10,5 килограмма практически моментально. Ковальчук объясняет это генетикой и активным образом жизни. Станислав Дужников. Актер сериала «Воронины» в течение многих лет весил более 200 килограммов. Кроме того, на съемках «Ворониных» актеру запретили худеть, чтобы не выходить из образа Лени. Когда съемки закончились, Дужников взял себя в руки и сбросил 60 килограммов. Его метод – минимум соли, плавание и баня. Также актер подсчитывает калории и не ест после 18 часов. Адель. Для певицы развод с бизнесменом Саймоном Конетки стал шоком. Бывший муж отсудил половину состояния Адель, оцениваемого в 140 миллионов долларов. Именно после развода, по словам певицы, она начала терять вес. Стресс и потеря аппетита ускорили метаболизм. За два года Адель похудела со 105 до 60 килограммов. Регина Тодоренко. Ведущая признается, что не может устоять перед сладким и сдобным. А в период беременности и вовсе не способна держать себя в руках. В итоге за 9 месяцев Регина поправилась на 18 килограммов. Однако, как только малыш появился на свет, молодая мама взяла себя в руки. Она стала правильно питаться и больше двигаться. Лишние килограммы ушли сами собой. Александр Морозов. Звезда кривого зеркала претерпел радикальное преображение, сбросив 40 килограммов. Однако для достижения такого результата он не прибегал ни к физическим нагрузкам, ни к диетам. По словам Морозова, он слишком ленив для всего этого. Юморист решился на гастрошунтирование, операцию, при которой размер желудка уменьшается, а также сделал липосакцию. Ребил Уилсон. Ребил Уилсон завоевала сердце зрителей со 130 килограммами и ростом в 164 сантиметра. Но однажды она решила изменить свою жизнь и похудеть почти вдвое. Актриса смогла достичь своей цели после лечебного голодания, осознанного питания и ежедневной физической активности. Теперь она весит 75 килограммов. Татьяна Устинова. Вес писательницы достиг критической отметки в 189 килограммов из-за проблем со здоровьем. Но вместо операции или липосакции она решила изменить свое тело через дефицит калорий. Устинова признается, что сразу вычеркнула из планов спорт и сосредоточилась только на подсчете калорий. Ольга Картункова. Бывшая участница КВН даже не думала худеть, пока не сломала ногу. Врачи убедили ее, что реабилитация пройдет быстрее, если она сбросит несколько килограммов. Так Ольга решила изменить свою жизнь, соблюдая строгую диету и занимаясь спортом. И результаты налицо. Минус 84 килограмма. Кристина Агилера. После рождения второго ребенка Кристина Агилера поправилась. На критику в сетях певица отвечала, что принимает свое тело и любит себя в любом весе. Однако недавние фотографии показали обратное – Агилера похудела и преобразилась. Публика подозревает, что это могло быть результатом столь популярной сейчас медикаментозной терапии.